В Питере очень немного вузов, которые имеют дело с природой, а природа это своего рода священное писание Бога, которое нам дано. Хочешь понять замысел Творца, изучая его произведения. Поэтому мы очень внимательно относимся ко всем вопросам, в том числе и к вопросам сакральной географии. На наш взгляд, любой сакральный объект, это очевидно, имеет два таких базовых аспекта. Я попрошу первый слайд включить. Один из них пространственно-территориальный, который привязан к ландшафту и обусловлен физико-географическими факторами. А второй является неотъемлемой частью протекавших в этой зоне социокультурных процессов. Он выполняет при этом чисто духовную функцию. Сакральность зачастую воспринимают как священность. Однако понятие сакральность отражает функциональные возможности объекта, в то время как священность – это его качество. Таинственность сакрального состоит в том, что оно не поддается рациональному объяснению. В своем выступлении я хотел бы затронуть вопросы не только технологии получения сакральных знаний, но и методологии их использования и на разум, и на веру. На мой взгляд, сегодняшнее совместное исследование этой проблематики в рамках как религиозного, так и научного знания имеет очень важное методологическое значение для понимания принципа их взаимной дополнительности. Вот я попрошу следующий слайд включить. Сакральные объекты задают определенный порядок, образ действий, мыслей, поведения, что говорит в пользу власти сакральных объектов над человеком, будь то даже горы или камни. Это напрямую отмечено в Библии. Помните слова Христа, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Вместе с тем необходимо сразу же подчеркнуть, что власть сакральных объектов в человеческом обществе имеет жесткую концептуальную определенность и работает лишь в рамках принятой концепции управления. В рамках библейской концепции управления сакральные одни объекты, в рамках коронической – совершенно другие. Развитие жизни на планете сопровождалось формированием принадлежащей телу планеты специфической полевой структуры. Ну, ноосфера, да, по-вернадскому. Она обладает структурой, которая неоднородна и неповторима в разных местах суши либо водной глади, ровно настолько, насколько неповторимы происходившие в этих местах геофизические, культурологические явления и процессы. В полевом отношении модель функционирования планеты имеет прямую аналогию с функционированием биополей, сопровождающих физиологическое, духовно-нравственное функционирование человеческого организма. Полевую систему, отражающую специфический разум Земли, можно воспринимать в качестве носителя ее психики, психикопланеты. Причем праведность этой психики отражена в древней классификации планеты как Земли-матушки. Слайд 3, пожалуйста. Относимся мы, к сожалению, к Земле-матушке не по-человечески, не замечая зачастую ее слез, а она, тем не менее, воспитывает нас, воспитывает по-матерински, и наказывая, и одаривая. И не отсюда ли, вот, по-моему, только в нашем языке два этимологически разных вида благодарности, характерных для нашего языка. Мы можем говорить «спасибо», да, «спаси Бог», по сути, да, в ответ на Кнут. И можем говорить «благодарю», «благодарю». Вроде бы синонимы, но они совершенно разные по смыслу. В наши дни для обозначения полевой системы нашей планеты используется термин «ноосфера». По нашим представлениям, Вернадский считает, что она формируется вот именно в процессе глобализации, по нашим же представлениям, ноосфера была и ранее. Более того, она хранит в себе таинство и опыт предыдущих допотопных цивилизаций. На планете есть особые места, в которых полевые структуры Земли и полевые структуры человека взаимодействуют так, что праведному человеку живется в них легче. Если же он злобен, то те же полевые структуры его угнетают. В этом вот и состоит, на наш взгляд, суть технологии воздействия сакральных мест на общественную систему. Они отличаются от известных геопатогенных зон, которые негативно воздействуют на любого человека. Просто у разных людей разная степень защиты, а они воздействуют всегда негативно. Находясь в сакральных же местах, благодаря специфике взаимодействия, в них энергетики, биополе человека и полей Земли, управленчески проще и энергетически менее затратно оказывать духовное воздействие на характер процессов, протихающих в обществе и в природе. Если эта технология работает в зоне конкретного объекта, то такие места называют местами силы. Следующий слайд, пожалуйста. К местам силы нужно относиться очень бережно, в противном случае они теряют свои первоначальные качества. К примеру, характеристика Палестины, как святой Земли, если и была правомерна в древности, то давно уже утрачена вследствие многовековой неадекватности поведения проживающих в этой местности и постоянно приступающих к божьей заповеди. Места силы русской цивилизации имеют особую миссию, уходящую своими корнями в глубокую древность. Часто наши храмы расположены в местах древних капищ, которые размещались именно в местах силы и иных сакральных местах. Сегодня взоры многих аналитиков мирового уровня с надеждой обращены именно к модели новой концепции развития человечества, концепции общественной безопасности, которая способна предложить миру наша многонациональная русская цивилизация. Я не буду приводить вот цитаты из очень многих аналитиков сегодняшнего дня, в частности Эдгар Кейси, Франция, там другие, они с надеждой смотрят на Россию. Но вот посмотрим даже американец Эдгар Кейси на следующем слайде. Еще в 44-м году он отметил в своих пророческих высказываниях, в пророчестве которого не сомневался никто, написал следующее. Из России в мир придет надежда, не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России. Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России даст миру надежду. Из России надо ожидать спасения мира. И на мой взгляд, вот эти дни сегодня наступают. Если же говорить о методологии использования сакральных знаний, а гносеологии, то мы исходим из того, что целостное познание процесса в мироздании предполагает получение информации о нем по двум каналам. По каналу разума и по каналу веры. При этом сакральные места работают как прямые усилители возможностей получения откровений и предостережений о грядущем информации о глобальной истории человечества из наосферы Земли, которая помнит все. Информация о прошлом в сакральных местах считывается из наосферы планеты непосредственно в дух человека, хотя духовно неразвитые и суеверные люди отрицают эту мистику как непознанную ими лично часть окружающей нас действительности. Далее рассмотрим методологию использования имеющихся фактов, получаемых в том числе с использованием сакральных возможностей. Любое историческое знание в обществе всегда несет на себе отпечаток той концепции, в рамках которой оно исследуется. И вот как-то в журнале «Наука и жизнь», такой знаковый очень журнал, еще 1988 года, была опубликована статья «Как подойти к научному пониманию истории советского общества». Профессор, доктор философских наук Бутенко, на следующем слайде краткая сноска, в названной статье он пишет «Руководствуемся одной методологией, факты изучаем и знаем одни и те же, а к выводам приходим разным. Почему?» И несколько далее он дает ответ на этот вопрос. На его взгляд это объясняется тем, что при изучении истории наряду с методологией и фактами еще существует концепция, связывающая воедино основные этапы рассматриваемого исторического времени. Вот она-то, эта концепция у спорящих авторов разная, а поэтому одни и те же факты выглядят каждый раз в разном освещении со своим смысловым оттенком. Но, по нашему мнению, вот Бутенко как раз глубоко заблуждается, когда настаивает на принципиальной невозможности познать мир, поскольку вот концепции разные, дескать, концепции у всех разные. Откуда и как возникли эти взаимоисключающие друг друга концепции и какая концепция из множества возможных истинна? Вот в чем главный вопрос человечества на сегодня. Методология познания призвана выявлять и распознавать не факты, а процессы в их взаимной вложенности. Если мы изучаем просто факты и игнорируем процессы, их объемлющие, то мы получим вот то, что происходит сегодня, эти бесплодно протекающие телевизионные парламентские дебаты, когда задача каждого из участников подтасовать факты под заранее сформированную позицию, под заранее обозначенную концепцию. И любая сакральная информация цена лишь настолько, насколько грамотно мы соотносим ее с общественно-политическими процессами в их взаимной вложенности и понимаем их. Обилие частных фактов без понимания объемлющих их процессов выражается у методологически безграмотных людей во множестве недостоверных, несовместимых между собой мнений об одном и том же объективном процессе. И вот в годы перестройки это приветствовалось, было возведено в рамк идеала жизни общества и названо плюрализмом мнений. В действительности плюрализм мнений разрушителен по отношению к обществу, поскольку подавляющее большинство мнений вздорны и не являются выражением разных граней, общей для всех единой многогранной истины, и более того, эту истину никто и не ищет, упивая своим собственным взглядом на происходящее. И в этом смысле, на мой взгляд, должны быть востребованы традиции церкви. Вот на следующем слайде я хотел на это сослаться. И только в том случае, если в общество складывается достаточно широкий слой концептуально грамотных людей, владеющих процессным развлечением, и если они по совести осуществляют миссию просвещения, то общество есть шансы перейти к эффективному применению сакральной информации. В русской традиции эта методология именуется соборностью, соборностью, в которой свободная воля каждого не отстаивает свое «я», а бесконфликтно дополняет в русле божьего промысла свободную волю всех прочих. Вот в чем как бы методология поиска путей в будущее. А теистическая же наука, ошибочно отрицая роль религии и веры, задает традиционный вопрос, а каким образом вера в существование Бога может помочь в познании истины. Но дело в том, что если обратиться к такому жанру литературы, который в православной традиции именуется «жития святых», то выяснится, что для святых вопрос о бытии Бога, он не был вопросом знаний. Он был вопросом знаний, то есть они понимали это каждый день. Это не было даже вопросом веры. Факт бытия Бога для каждого из них был каждодневно подтверждаем молитвами и течением жизни в соответствии с их смыслом. И вот только диалектическое единство в использовании двух каналов, каналу разума и канала веры, позволяет сформировать жизненно-состоятельное миропонимание, потому что по каналу разума вы все равно никогда за время жизни не поймете все, что происходит в мире. И только вот сочетание этих двух каналов позволяет формировать жизненно-состоятельное миропонимание, обеспечить дальнейшее познание истины в границах всей объективной реальности. То есть, по крайней мере, появляется модель хотя бы теоретически самодостаточная. Однако принятие чего-либо на веру обладает своей спецификой. Согласие принять какую-то информацию на веру, а равно отказ от этого, обусловлены в психике человека его истинной, а не показной нравственностью. Это означает, что объективно порочная нравственность позволяет принять на веру в качестве истинной ошибочную, заведомо ложную информацию. А праведная нравственность исключает принятие лжи и ошибок на веру в качестве истины. Ну и вот об этом цитату из Пушкина я хотел привести, потому что, на мой взгляд, Пушкин, это, когда говорят наше все, то это действительно так. Пушкин, Анатолий Франц как раз утверждает, что именно случайности являются своего рода знаками Бога. Удивительный язык случайности я могу подтвердить из своего собственного опыта. Как-то я изложил своему знакомому, историку, версию, ну это мои личные взгляды, о возможном пребывании Иисуса Христа в возрасте от 13 до 30 лет у волхвов Древней Руси в Старой Ладоге и Навалааме. Ну мы знаем все версии и детально их изучали. По одной версии там Христос был в Индии, по другой в Египте. Но ни одна из версий абсолютно недостоятельна. И мы можем это твердо доказать. Вот пребывание там Андрея Первозванного, оно вот и сегодня прозвучало, и оно отражено, скажем, в материалах Саратовской епархии. Возможно, что все-таки Андрей Первозванный прошел всего лишь по стопам своего учителя. Он, услышав мои аргументы, я ему подробно привел аргументы, почему я так считаю, он весь вечер провел в размышлении. А вот он историк, и откуда вот такая информация. Хотя он понимает, что если я сказал, то значит не все так просто. И вот каково же было его удивление, когда он весь вечер, продумав на эту тему, утром, рано проснувшись, взял в руки с книжки, с полки, как он мне потом рассказал, не глядя, взял случайно подвернувшуюся книгу, точно так же случайно ее развернул, и первый попавшийся ему абзац прочитал. Вот на следующем слайде он прочитал следующее, то, что написано о том, что Христос ходил по земле русской, по деревням русским. Я у него спрашиваю, где ты такое прочитал? Оказывается, рассказ Максима Горького «Калинин». Я тут же в интернете набрал и прочитал это же самое. Так вот, наука могла бы считаться с таким фактом только в том случае, если каждый, услышавший мою версию, на следующий день тоже прочитает что-то подобное. Но, к сожалению, это и есть базовое заблуждение науки. Такие вещи никогда в истории больше не повторяются. Бог никому никогда не демонстрирует ничего на показ. В этом и состоит базовое заблуждение науки, потому что она не внемлет древней мудрости. Для глухих обедню два раза не служат. Ну и на следующем слайде я хотел сказать, в свою очередь, что и религиозное знание, оно тоже имеет свои методологические проблемы. Исторически сложившиеся традиционные конфессии предлагают людям противоречивые, во многом взаимосключающие друг друга взгляды как по вопросам богословия, так и по экономическим, по социологическим вопросам, включая базовые проблемы бытия, отношения к судному проценту, к алкоголю, к развлечению Бога и посланников Бога. В результате вот этих имеющихся межконфессиональных разногласий по важнейшим проблемам жизни общества, многие, не вдаваясь в их существо, отрицают жизненную состоятельность веры и религии в принципе. Потому что, ну вот как бы, все по-разному. Объясняя их наличие в культуре человечества просто невежеством, субъективными заблуждениями, слабостью, неустойчивостью психии, так порождается, по сути, вот, атеизм и безбожие. Мотивация их отказа от веры и религии обычно проста. Ну, если Всевышний один единственный, то этот плюрализм взаимно отрицающих друг друга конфессионально-канонических мнений, он не от Бога. Если Бог действительно существовал, то он пресек бы существование этих разночтений, пресек бы все злодейства, которые на этой основе творятся на протяжении всей памятной истории. Ну, действительно, гугеноты, католики, шииты, суниты, христиане, мусульмане. А раз он это не пресекает, то, стало быть, он и не существует. Вот логика атеистов. В основе этого ошибочного атеистического вывода лежит грубая ошибка, ничем не оправданная попытка возложить на Бога миссию верховного полицейского и глобального инквизитора. Этот несоответствующий объективной реальности плюрализм мнений люди некогда породили сами, и сами же должны жить его методами познания и просвещения. На следующем слайде я хотел, вот то, что сегодня уже звучало, Бог действительно, на следующий слайд, пожалуйста, я как раз хотел привести цитату из Менделеева о том, что природа – это в некотором смысле Евангелие Бога. Это он очень точно подметил, потому что для того, чтобы понять Бога, Бог нас наделил прежде всего разумом и развлечением, и верой, и сотворил для нас природу, через которую мы можем понять замысел Творца. Вот находясь в таком святом месте, завершая, я хотел бы сказать, что работая вот эти последние 11 лет с природой в аграрном университете, я считаю необходимым подчеркнуть особую значимость русской православной церкви и ее особую миссию в религиозной сфере. Именно она не только в делах, но и в названии несет корневую основу, связанную с правдой, праведностью, справедливостью, в конечном счете с совестью. Возможно, именно она могла бы выступить инициатором формирования вот такой площадки, если угодно, для сближения на почве совести и праведности представителей всех конфессий нашего общества, о необходимости чего в середине 19 века писал еще святитель Игнатий Бринчанинов. Такой площадкой идеологического единения могла бы стать идея дальнейшего развития богословской науки, рассмотрения перехода религиозных воззрений от веры в Бога, которую церковь успешно пронесла сквозь века, к вере Богу по совести, к вере Богу по жизни, относящейся в равной мере к представителям любой из конфессий. Позвольте из мирской жизни привести некоторые значимые в этой мировоззренческой, в мировоззренческом смысле выдержки. Вот я на слайде их обозначу. На наш взгляд, вера в Бога и вера Богу – это два принципиально разных состояния души. Вот один из моих друзей написал это в стихотворной форме «Путь промысла его неведом потому, что вера есть в него, но веры нет ему». Или Анатоль Франц «Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем». «Пушкин – ум человеческий не пророк, а угадчик, но не дано ему предвидеть случая мощного мгновенного орудия проведения». Или в Коране там тоже говорится, что, в общем-то, все случайности, они зависят от нас самих. Он говорит, Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока они сами не изменят своих помыслов. Верующий Богу человек, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, если он верит Богу, должен быть твердо и одинаково убежден, что если он живет по совести, по-божески, то Бог реализует в отношении него схему Божьего водительства, защищает его от недобрых случайностей. И при таком понимании верующий человек будет требовательно относиться к организации своей жизни по-божески, что означает не вредить себе, не вредить окружающим людям и мирозданию в целом. И в этом случае исчезнет такой порог, как религиозный фанатизм, попав под власть которого, люди готовы учить своей религии, своим ритуалам даже Бога, а не то, что других людей, принуждать насилием к принятию своего вероучения вопреки совести, что, к сожалению, мы сегодня наблюдаем в мире. В заключении, позвольте вырыть надежду, что наши предложения по технологиям, по методологии использования сакральной информации, по научным и богословским проблемам, не претендуя, безусловно, на бесспорность, будут, тем не менее, стимулировать дальнейшие исследования этой тематики как в сфере религиозного, так и в сфере научного знания.